Кинотавр, как говорится, набирает обороты. Жаркая сочинская погода как будто просочилась в прохладные корпуса Гранд-отеля, где повсюду жаркие обсуждения конкурсных и дебютных фильмов. И уже кинокритики гадают, кому достанется Гран-при кинофестиваля. И самый часто задаваемый здесь вопрос, понравилось или не понравилось. Ну, во-первых, по успеху зрительскому мы поняли, что сделано очередное народное кино и, наверное, будет пользоваться большим успехом. Мне это кино не понравилось, на мой вкус. Здесь очень много фальши. Это было мнение относительно фильма «Временные трудности». Не оставил равнодушно фильм Григория Константинопольского «Русский бес». Вы думаете, вы все здесь новые, что ничего не было до вас? Что типа вы пришли и все изменилось? Ошибаетесь. Все как было, так и есть по-старому. Приехала я позавчера, потому что у меня были спектакли в Москве. И сразу пошла на конкурсный фильм Гриша Константинопольского. Взорвало. Кое-что спорное, что-то ожидаемое в стиле Григория, нашего Тарантино русского. В Сочи Любовь Тихомирова приехала с дочкой и мамой на отдыхаж на 20 дней. Приурочила отпуск к фестивальным дням, чтобы вернуться к работе, как она сама признала, с особым рвением. А на пресс-конференции сегодня первым фильмом для обсуждения стала «Кислота» Александра Горчилина. Это манифест 20-летних. Их оставили в мире наедине с собой. В итоге они разъедают себя и мир вокруг, чтобы научиться не слушать, а слышать, не смотреть, а видеть. И найти свой путь. Все кто-то доставил, принес. Поэтому мы только сидим и думаем, а какой я? А что я могу? Нам сказали не любить друг друга, мы и не любим. Нам сказали ненавидеть за это, за то, за цвет флага, за цвет кожи, за определение ориентации. И таким образом мы просто множим на свою ненависть, а этим способом нам закрывают просто истинное понимание вещей. Очередная кинолента Ивана Твердовского – подбросы тоже на актуальные темы. Мать забирает сына из детдома, но герой, оказавшись в Москве, не желая того, становится центром организованной преступной группы. И в итоге вновь возвращается в интернат, потому что жить дома трудно. Человеческие отношения только там, в мире, где есть добро и понимание. Ну, так как я тоже вчера первый раз смотрела кино, то, слушайте, я пока ничего не понимаю про зрительскую реакцию. Мы же сидели все вместе, нашей командой, группой. И, ну, какая-то наша общая реакция на фильм была настолько сильной, что невозможно было оценить и почувствовать что-то со стороны. Вот, а мне фильм очень понравился. Я затрагиваю те проблемы, которые меня касаются напрямую в моей жизни. И те темы, которые, тот, скажем, социальный пласт, в котором живут, существуют мои герои, это то, что беспокоит меня и нас всех. На самом деле, это вопрос не смелости, а внутренней свободы и совести, как мне кажется. Фильм только представлен широкой публике, а режиссер Иван Твердовский уже работает над новым сценарием. И через год приступит к съемкам. Тема осталась тайной. Молодые режиссеры заостряют самые серьезные социальные проблемы. Участники Кинотавра так и говорят, в кинематограф пришло достаточно свободное думающее поколение. А сегодня на кинофестивале абсолютно женский день. В конкурсе дебют представлены фильмы Натальи Першиной «Мертвые ласточки» и Ольги Зуевой «На районе». А в основном конкурсе лента об доте Смирновой «История одного назначения». Грина Овсецин, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.